всем привет дорогие друзья с вами невероятная ваша любимая да да это она это ваша программа двр с вашим любимым несметно ведущим никит никитин и никита и никитиным и сегодня у нас гостях потрясающий давид давид здравствуйте он класс давид расскажи нам про себя пожалуйста меня зовут давид зуев я родился в городе ноябрьск мне 25 лет я жил уже в трех странах я женат диван вопросов от родителей во первых у меня первый вопрос который я всем задаю я знаю что ты не просто dvr да есть еще в программе такой термин rsp ребенок старших пасторов было дело ты являешься таковым правильно расскажи каково каково это было вырасти вообще в семье пасторов прежде всего для меня это всегда было очень круто всегда в центре внимания и всегда любимчик все тебя любят но я думаю меня очень сильно подпортил что постоянно как-то вот исключение какое-то вот особенно что-то знаешь это ну вот да мне очень нравится конечно было круто и в тоже время ты сказал тебе это подпортил в каком смысле но когда взрослеешь ты понимаешь что ты далеко не пуп земли ты в реальности за пределами церкви или за пределах вот влияния папы ты принципе довольно принципе никто как будто довольно таки жестко когда ты по-настоящему это осознаешь когда ты заново как бы что должен пройти вот это да чаще всего тебе это мешало или помогала что я думаю помогала честно я думаю помогала потому что где-то подсознательно у меня есть вот идея себе представление хорошее я думаю в целом люди должны иметь такое представление как бы что вот ты какой-то особен я думаю это хорошо может быть это не всегда так но по крайней мере мне это часто помогало там как-то выделиться вот но я так понимаю что помимо того что ты как бы должен быть ты тебе вообще нормально было то что тебе нужно быть для всех примером или у тебя такого не было но я немножко бунтарь как бы с детства поэтому я не думаю что я как-то особенно старался всем угодить всегда вот поэтому я довольно таки свободную жизнь жил как бы не то что что такое в смысле чуть поподробнее это не конкретная фраза но смотрите то есть у нас город настолько маленький как бы да что там буквально очень маленький и холодный и темный то есть там буквально светом буквально не знает что в пять светом зимой максимум то есть и там население 120 тысяч человек и там когда когда вот я был в школьных годах еще там вообще как бы особо развлечений никаких не было у нас там из развлечений было это такая знаешь грелка это короче труба которая шла из ази с которой грела город не газа который вот города что греет короче вот центральная система и там огромная труба шла и вся молодежь там тусила какой-то трубы там это было типа самое такое знаешь крутое место поэтому это там не то чтобы что-то супер так ужасно происходило как бы ну расскажи вот и сейчас упомянул тусовку молодежи в городе ноябрьске около трубы это уже звучит очень позитивно но расскажи как проходили эти тусовки как ты в них участвовал что вы делали ну сразу скажу я этот я завсегда ты домосед просто домосед интроверт просто все подряд нет реально я то есть не то что я был активным участником всего то есть как бы но у меня были друзья и в церкви и в школе и плюс я поменял где-то 9 школ пока мы пока вот закончил 11 классов 9 школ поменял там везде есть кит друзья везде есть как-то знакомые поэтому вот так вот возвращаясь к вопросу тусовки как они проходили что вообще ну то есть я так понимаю что ты больше сидел дома но ты дома шалил дома если честно я очень много готовил мне очень нравится готовить я люблю смотреть видео всякие потом повторять рецепты я люблю смотреть там разные кулинарные передачи не только рецепты просто там типа мастер шеф всякое такое да все подряд суши как обычно что еще мультики что-то делает там с друзьями просто нас очень холодно понимаешь у нас большие дома хорошие но реально очень холодно конкретно на улице дома сидишь основном христианский лайфхак от давида ну прям так лайфхаки не могу выдать но что интересно что вот когда ты ребенок пастора я думаю сейчас все дети пасторов или вообще дети которые с детства в церкви поймут меня когда ты столько раз уже был на собрании посетил столько раз да вот этих вот как бы мероприятий ты ты уже как бы четко понимаешь когда что-то закончится закончится когда что-то начнется у тебя как бы ритм внутри тайминг есть и вот используя этот тайминг можно очень четко делать ну то есть можно в туалет выйти когда хочешь беспалево можно то есть все что угодно можно сделать перед пожертвованием перейдем к чуть менее возможно жестким вопросом кто для тебя бог бог это хорошо просто то знаешь вот к богу мне интересно отношение то есть я думаю что не знаю у всех такое отношение но у меня к нему какое-то уважение всегда есть первую очередь почему потому что он очень крутой дизайнер и инженер самый крутой в детстве я начал изучать как бы вот вселенную космос физику вот и все эти элементарные как бы таким не элементарно но вот эти науки я начал изучать и тогда и начал богу по-настоящему открываться и уважать потому что он настолько глобальный и большой и настолько он продуманный и настолько он разнообразный насколько много разных звезд как много разных животных и разных вообще с пищес вот как-то видов да по всему по всему миру и то есть это восхитительно если будешь просто хотя бы изучать например просто взять какой-то цветочек и начнешь его изучать там будет столько знаний там будет столько информации что ты можешь всю свою жизнь посвятить одному цветку ты можешь из него сделать какие-то притчи ты можешь из него вычесть какие-то очень важные для себя подчеркнуть нюансы там будет столько микро нюансов это будет просто целая вселенная в одном цветке и вот это для меня круто и вот это когда я вижу как он это создал для нас я думаю вау респект уважаю для себя бог да он очень крутой он очень многогранный он очень разнообразный он очень как бы целостный он очень у него то есть это трудно объяснить как бы сеть слова когда ты описываешь бога потому что в реальности невозможно физическими словами человеческими даже как-то описать вот существо такое как бог вот поэтому это трудно конечно но у тебя очень хорошо получилось вернемся в детство и так будете перебрасывать от настоящего будущего к прошлому детство юношество было ли тебе в школьные годы стыдно что ты христианин нет никогда не знаю опять же возможно мой бунтарский дух или что я не знаю но мне то есть может быть даже это из-за церкви мне вбилось подсознание что типа вот есть я не знаю даже до сих пор не знаю хорошо это или плохо но абсолютно все пастырские дети меня поймут все церковные дети поймут когда ты растешь у тебя есть четкое представление мы и они мир то есть вот моя как бы вселенная и их вселенная понимаешь к бы миру да мир да то есть и поэтому ты без мысли потерялся только что о чем я говорил ты говорил про то что мы мир да 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 а то что вы разные да вот то что церковь да и церковь она как бы прививайте понять что ты другой и поэтому как бы для меня было хорошо что вот я другой это неплохо и поэтому не не было стыдно что я христианин понимаешь как у меня это была фишка типа они не христиане я христианин ну хорошо тогда вопрос за это время что ты учился был юношей так далее вел ли ты как-то себя не по-христиански знаете ну да конечно 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 всякое было но я всегда как-то сильно грань никогда не переходил то есть всегда ходил как ты знаешь но более-менее безопасно ну то есть все блата скобы там и с друзьями там ну все как мы крыше что было обычных ребят ты у меня готов с Кубить но без особых каких-то тракеу конечно да да но да Да но не было таких но не был там воровство никогда не было никаких разбоев то есть ничего такого не было но драки постоянно были в драке очень часто были потому что из-за веры то есть как бы это нет у ан Angelano не завести наверно за моего характера то что я как бы всегда не могу молчать если что-то происходит например то что мне не нравится я как правило не могу молчать и куча людей как были с этим не согласны то есть и поэтому приходилось очень много драться занимаешься ли ты служением как близок нет нет я служением я не занимаюсь вот я до сих пор отхожу от 1 нет служениями не занимаюсь почему потому что я думаю что служение это очень ответственно это я думаю лично мое мнение это никак не доктрина ничего на лично мое мнение что ты должен быть посвящен ты должен быть особенным для кого то дела то есть например если это например стоielen там видео да там например и ты на звуке сидишь то это одно дело например ты в служении как на сцену выходишь ты например ты людям говорю идешь ячейку или короче вот в любом месте где ты стоишь чуть чуть выше вещать чуть выше от их позиции где ты учишь ты должен быть особенно с какими жесткими непониманиями со стороны родителей ты столкнулся во время своего роста, я так тебя перебрасываю из настоящего в прошлое. С детства я всегда ходил в две школы, на полные школы, то есть не просто типа курсы, а полноценные школы с разными уроками. Да, русская и английская. Еще плюс я старался брать какую-то спортивную дисциплину. То есть серьезную, да? Да, ну и плюс всегда я служил в церкви, почти что всегда, то есть я был или на звуке, я был или за камерой, я был что-то, то есть такое служение у меня было всегда. Поэтому, то есть ты сам понимаешь, эти петиции, там туда воскресенье, субботы, все занято сразу. То есть и вот английский язык это было то, что мне не нравилось. Почему? Потому что я уже его понял в какой-то степени и не хотел дальше уже идти. И вот мы с папой очень сильно ругались, до крика бывало иногда, что там вот типа нет, ты будешь учить. Вот это было у меня с папой однажды, он мне такой, как бы у меня папа очень мягкий, кто знает папу. Помогло ли это тебе? Да, ты что, сто процентов, папа молодец, папа правильно сказал. Я должен был учить английский язык, благодаря английскому языку я смог и привлекать инвестиции для проектов, я смог общаться с инвесторами, я смог жить в другой стране, выжить полностью. Я могу общаться со всеми людьми в этом мире практически, которые говорят тоже на английском языке. Поэтому я могу смотреть все фильмы, видео, документальные передачи. То есть мой доступ к моей информации вообще полностью не ограничен. И также не ограничен никак с коммуникацией с людьми. Поэтому английский язык, ребята, куда мне смотреть? Ребятушки, сто процентов английский язык очень важный. Ты упомянул сейчас своего папу. Вообще, давай чуть поговорим про родителей. Какой главный принцип они тебе передали, который идет сейчас с тобой? Или несколько принципов? Какие позиции вообще ты считаешь правильные и направляющие? Ну, бояться Бога. Сто процентов. То есть я не могу сказать, что я супер богобоязнен. Я не могу сказать, что я какой-то очень святой. Это сто процентов не так. Но что есть всегда, всегда есть мысль, что Господь смотрит. Всегда есть мысль, как Он к этому относится. Всегда есть мысль, что понять, угождая Я Ему или Он ему это очень сильно не нравится. То есть это всегда есть такое. Например, оценивать как-то свою жизнь, например, какой-то поступок. да вот оценивать это со стороны и понять как бы как бы бог на это посмотрел это всегда эта мысль что является своим самым не христианским поступком вау блина трудно сказать ну и за жизнь может быть за последний период как ты я считаю все моменты когда я относился высокомерных людям это был не по-христиански потому что для меня христианство это на 90 процентов отношения к другим людям это как ты показываешь им себя поэтому я не могу сказать что я как-то сильно тому что ты что я совершил что место xene тревожит но были моменты когда например я как-то мог себя высокомерный города повести по отношению другому человеку то есть это было такое да вот или может быть кого-то штат ниже себя я считаю что это самая не христианская Я считаю, это самая нехристианская черта. Самая нехристианская вообще мысль, это она. Именно... И действие, с моей стороны. Не только. Вот я же говорю, в целом относиться к людям высокомерно, гордо, знаешь, чересчур быть чисто любивым. Вот это все такие... Ну, гордость. Давай затронем с тобой скорбскую систему в связи с этим. Как бы, нужно ли в таком случае считать себя ниже других или наравне с другими? Как относиться к людям, чтобы быть правильным христианином? Наравне. Братья. Братья и сестры. Братья кто? То есть, как бы, есть старшие братья, но они братья, например, да? То есть, мы их уважаем, мы их слушаемся. Есть младшие братья, мы им помогаем, мы их любим. Мы, может, что-то где-то там... Ну, как бы, церковь, да? Это как бы система, друг друга кто-то обрезает. Это все нужно, это нормально. Считаешь ли ты себя слугой, как Христос говорил, что если ты хочешь быть первым, ну, как бы, в состоянии... К сожалению, нет. Нет, да? Нет, нет. Но хотел бы? Однажды, конечно, да. Безусловно. Однажды это в будущем? Не, ну, конечно, я себя где-то в подсознании вижу себя как-то вот, знаешь, такую идеальную версию себя, которая вот такая, как ты говоришь, но... Идеальная версия себя, пиши себя. Идеального. Ну, это... А чем ты отличаешься сейчас от идеального? Вот, а ты что? Не готов? Огромно. Да нет, я могу сказать, но в первую очередь, да, это постоянно, как бы, ну, радостный. То есть я в последнее время, то есть немножко такой, как бы, стал поникшен. Но это, как бы, были этому причины, но неважно, то есть... Но я хочу быть реально опять гораздо более радостным. Я хочу быть гораздо более добрым к людям искренней. Знаешь? Не то, что, типа, ой, я помогу тебе, типа, чтобы я был хорошим. Да, не фейк, а вот реально, типа, заморозить. Вот у чувака, знаешь, он говорит, вот у меня так-то, и ты реально проникаешься его болью. А не то, что, ну, брат, я буду молиться, знаешь, вот, не эту тему. Вот я хочу, чтобы реально, вот, помогать по-настоящему, потому что именно в этом я вижу Христа. Когда ты реально проникаешься к человеку, когда ты реально хочешь разобраться и помочь ему, не просто себе как-то легче сделать, да, вот в этом я хочу расти. И смотри, опять вопрос, да, что вижу, кем вижу себя и что сейчас? Опять же, повторюсь, хочу быть более сострадательным, хочу быть более организованным, хочу, конечно, быть более состоятельным, хочу быть более... Ты будешь. Иметь больше навыков, потому что хочу больше расти, хочу знать больше языков, хочу лучше физически выглядеть. Ну, конечно, как все, наверное. Ну, да. Хорошо. Была ли, такой вопрос, была ли личная встреча с Христом? Слушай, ну, это хороший вопрос. Не знаю. Наверное, да. Понимаешь, все, которые говорят, типа, наверное, да, они говорят, значит, точно нет. Но я думаю, что если ты пастырский ребенок, если ты как минимум просто, ну, был человеком, который с самого детства в церкви, ДВР, то реально очень трудно понять до, после встречи, отношения, понимаешь, это все трудно, для тебя это все естественно, ты как будто в этом уже был. Какой главный совет ты бы мог дать сейчас, как молодым родителям, возможно, которые смотрят, так и детям, которые нас сейчас смотрят, какой главный совет ты хочешь дать? Я думаю, что самое главное помнить, что хоть мы и рождены, да, в церковной среде, хоть там открыта вся та истина и весь этот свет, из-за того, что мы рождены в этом, у нас нету контраста с тьмой. И из-за этого это всегда интересно. И поэтому я думаю, что нельзя перебарщивать. Я очень много примеров знаю, когда люди, когда родители перебарщивают со строгостью, с изоляцией, и, как правило, это вызывает только негативную сторону, то есть это как действие равно противодействию. Чем больше давишь, тем больше на тебя давят обратно. То есть чем больше ты зажимаешь ребенка, по моему личному мнению, как вот я, чем больше зажимаешь ребенка, тем хуже, то есть тем сильнее хочется где-то вырулить и так далее, и так далее. Но, а вы, дети, просто реально поймите, что родители реально прожили жизнь. И вам кажется, что, может быть, они типа реально не догоняют что-то, но фишка в том, что ваши родители – это вы с опытом. Поэтому реально, понимайте, они знают, что для вас лучше. Это единственные люди, которые по-настоящему будут думать в ваших интересах. И поэтому, как родители, да, не раздражайте своих детей в библии написано так, и дети реально повинуйте своим родителям. Может быть, конечно, не абсурда, да, то есть я сам не могу сказать, что я суперпослушный. Но в целом, да, то есть я реально и папу слушал, и маму. Давид, спасибо тебе за этот разговор. У нас классный получился разговор. А вы, дорогие друзья, я прошу вас настоятельно, подчеркните для себя самые главные аспекты, которые замечал Давид, которые замечал я. Слушайте своих родителей. Родители, не раздражайте своих детей. Это программа ДВР. Мы ждем вас в следующем выпуске. С вами был Никита, суперкокос, самый лучший ведущий. С вами был Давид Зуев. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!